Здравствуйте, доктор Кук. Здравствуйте. Сегодня нам бы хотелось поговорить с вами на тему отношений мужчина и женщина. Вечная тема о том, какие трудности есть в отношениях, как выстраивать правильные отношения, кто виноват, если отношения не заладились, испортились, разорвались. Что такое невротические отношения, может быть, да? Что мешает людям быть вместе, быть счастливыми друг с другом? Почему это? Хорошая тема, она очень актуальна. Это относится к теме направления психологии, конфликтологии. И самое главное, не пытайтесь искать виноватых. Когда начинают искать виноватых, это заходит в тупик. Потому что люди, когда слышат в свой адрес упрёки, то, естественно, это вызывает раздражение. Люди не переносят критику. Даже справедливую критику. И искать, кто виноват. Отношения – это двустороннее движение. И самая крупная ошибка и для мужчин, и для женщин – не пытайтесь переделывать друг друга. Не пытайтесь. И я скажу, ссоры и конфликты – это нормально. Это есть человеческие отношения. Неизбежны периоды сближения, отдаления. Неизбежны. Непонимание. И ничего люди не придумали, только диалоги. Спокойно выслушать друг друга. Если конфликтовать, ссориться, и решать это по определённым правилам, которые выработала психология, конфликтология, то всегда, после любой ссоры или конфликта, преодоления конструктивно, стороны приходят к сближению. Если конфликтовать и ссориться без правил, то это будет беспредел. Беспредел. Я веду приём, частный приём. Пришла пара – муж и жена. У них общий бизнес. Настолько обстановка накалена, что даже здесь, на консультации, они поссорились, поругались, и очень трудно было остановить, успокоить. Материальный вопрос они решили. У них свой особняк, у них дом полная чаша, телевизоры во всю стену. Они могут заказать себе билеты в Венскую оперу, слетать на субботу-воскресенье, уикенд провести. Но они знают, они боятся. Если пойдёт дальше у них вот этот вот конфликт, они не могут пойти на это, допустим, ну, выход, один из выходов – развестись. Они не могут. Они знают, подозревают друг друга, что каждый из них пойдёт жаловаться в налоговую инспекцию, а у них общий бизнес. Раздел невозможен этого. Но единственное, надо понять друг друга. Я им рассказал эту притчу про то, что такое ад, что такое рай. Напомню, где-то я в какой-то теме уже этого касался, рассказывал. Один христианин подходит к пророку Илье и спрашивает, что такое рай, что такое ад. Пойдём, я тебе покажу. Вышли улицы, дома, переулки, здания. Подходят к одному зданию, ступени, колонны. Зашли в огромный портал. Там большие котлы, варится вкусная пища. Котлы на огнях, горячая пища. И неудобные ложки, величиной человеческий рост. Схватить эту ложку, зачерпнуть можно. Но покушать ты никак не можешь. Вот так вот. Неудобно. И там что происходит? Дерутся. Выхватывают ложку. Если один зачерпнул, двое-трое нападают. Выплёскываются. Голодные, растержаны. Аж парены. Вопли, крик. Это кошмар. Вот это ад. Я всё понял. Я всё понял. Пойдём отсюда. Мне здесь не нравится. Вышли. Идут, идут. Дома, улицы, переулки. Здания такое же. Здания. Колонны. Ступени. Зашли в такой же портал. И точно так же всё. Варится вкусная пища в котлах. Такие же неудобные ложки. Но. Один зачерпнул, другой ест. Покушал. Поменялись места. Все умеренно упитанные, ошпаренных нет, голодных нет, растерзанных нет. Тихо, спокойно ведут беседы о жизни, об искусстве, о ремёслах, о любви, о красоте. Тихо, спокойно. Вот это рай. Я всё понял. Я хочу здесь остаться. То есть, о чём речь? В одинаковых условиях одни люди создают себе проблемы и борются сами с собой, ожесточены на мир, не понимают, по каким правилам они живут. То же самое в паре, муж и жена. О чём речь? Если ссориться, конфликтовать по правилам, всегда будет конструктивно. Если без правил, не осознавать, не понимать, это будет вечная вражда, накопление обид. А единственное, что люди не осознают, по каким правилам, законам они живут. Можно очень многое изменить. И той паре, которой я рассказал эту историю, они поняли, они задумались, они задумались. И конфликт прекратился. Стали искать уже конструктивный подход друг к другу. Где эта любовь? В какой дальний ящик они засунули эту любовь? Найти, найти. И можно конструктивно решать любые затруднения. Можно конструктивно. Вот насколько важно выслушать друг друга. Насколько важно не уходить от проблем. Одна женщина пришла, жалуется. То болит, это болит. Такие расстройства, такие. Я спрашиваю, а как у вас отношения с мужем? И она говорит, да, нормально, хорошо. То есть ушла от вопроса. Тогда я спрашиваю, а какое у вас дома увлечение? А вот я люблю ухаживать за домашними цветами. Вот такой цветок. Он любит, чтобы поливали раз в неделю. А вот этот любит, чтобы каждый день. А вот этот любит, чтобы опрыскивать. А вот здесь вот надо удобрять. А вот здесь взрыхлять. И так далее. Я говорю, смотрите. Вы ушли от моего вопроса, как отношения с мужем. Вот здесь собака зарыта. Здесь собака зарыта. У вас проблемы отношения с мужем. Затяжной конфликт. И вы уходите от него. А отсюда и расстройство. Ну так вот я по-простому объясню. Отношения это двустороннее движение. Уметь выслушать друг друга. Прекрасный фильм американский. Война Роуз. Тоже материально обеспеченные люди. Вилла. Шикарный дом. И вот от начала до конца. Это фамилия мужа и жены. Роуз. От начала до конца. Эскалация конфликта. По нарастающей. Где они только не ссорились, ругались, говорили обидные слова. Притягивая характеристику родственников. С той и с другой стороны. И у них красивая, шикарная такая винтовая лестница. Трехэтажный дом. И вот на третьем этаже они вцепились друг к другу. Готовы глотку друг к другу перегрызть. И не удержались и упали. В финале фильма насмерть. Поэтому надо всегда искать, что вам приемлемо, что не приемлемо. Искать ключ спокойного диалога. А то получается, как два барана на одном мосточке будут биться головой об стену. И вместе свалятся. Просто. Всегда. Что-то вам не устраивает. Предлагайте. Стоп. Ты сейчас на эмоциях. На эмоциях говорить невозможно. Почему? Во время конфликта кричат люди. Потому что не слышат друг друга. Эмоции захлёстывая. Захлёстывая. А так, по большому счёту, если возникают какие-то проблемы, то можно их свести к такому алгоритму. Сложности в взаимоотношениях с близкими. Возможно, истинная причина этого лежит в ваших собственных проблемах. Легко обвинять и упрекать другую сторону. Легко. И человек не разобрался. В себе, получается. Не разобрался. Обвинять легче всего. А эти проблемы могут быть связаны. Вот как раз вопрос звучал. Невротическое чувство ожидания. Невротическое чувство безопасности. Или невротическое чувство контроля. А может быть, проблемы заложены как раз в потребность любви и одобрения. Есть невротическая потребность это. А есть здоровое отношение к любви, к одобрениям. А может быть, моральное осуждение. Обратная сторона ожидания. А может быть, это связано с нашими субличностями. В каждом из нас живут саботажник, жертва, маленький негодяй. Может быть, контролер. Может быть, еще кто-то. Еще кто-то. У кого какая проблема? Человек может назвать эту субличность, которая создает проблему, тянет одеяло на себя. Значит, выгодно, выгодно этой субличности получать в виде дозы какие-то негативные чувства. Но прежде чем быть готовыми поговорить, провести эти диалоги, услышать друг друга, помогает прояснить отношения, вот такое вот упражнение. Вначале вы делаете сами, а потом вы можете вместе попросить супруга, супругу вместе выбрать значимого другого. Может быть, это и супруг, и ваши возлюбленные, может быть, коллега, мало ли кто. Брат, сестра, папа, мама. Ну, любой значимый для вас в эту минуту человек. Живой. А может быть, уже бабушка, праба, умерли, ушли в лучший из миров. Так? Вот кого вы вспомнили сейчас первым? Если вы решили не выбирать для этого упражнения конкретного человека, спросите себя, разберитесь, почему уходите. А вот так можно, воображение может все, мысленно посадите перед собой этого человека. Постарайтесь почувствовать позу, выражение лица, интонации голоса, жесты, движения. Попробуйте создать живой, цельный образ этого человека, в отношениях с которым есть проблемы, трудности, трудности. И мысленно поговорите с ним, поговорите. Расскажите, во-первых, как высоко вы цените его. Не ограничивайтесь одним-двумя там предложениями. Постарайтесь как можно больше, как можно, постарайтесь наиболее полно выразить свои мысли, чувства. И объясните этому значимому другому, почему играет существенную роль в вашей жизни. Мысленно, опять же, за что вы обижены, высказайтесь обиды откровенно. Тоже, тоже, особенно невысказанные обиды, затаенные обиды, скрытые. Надо высказать. Чем недоволен, чем недоволен. Расскажите этому человеку свои ожидания, чего хотите, пожелания. Я хотела бы, я хотел, то-то, то-то, то-то. Вы выполняете упражнения. Это для вас материал, чтобы потом подумать. А теперь представьте, что произошел скачок во времени, и вы попали с этим человеком на пять лет вперед. Прошло пять лет, и расскажите. Представьте свои отношения с этим человеком, как вы хотели бы. Вы, как относитесь друг к другу, цель уже достигнута, и как вы представляете себе свои отношения. В целом, какая ситуация сложилась. И можно рассказать о том, как бы вы хотели видеть свои отношения к этому времени. Уже. Когда вот такое упражнение проведено, а уже мы готовы реально поговорить с этим человеком. Может быть, вместе проделать это упражнение. Вместе проделать. Это упражнение очень полезное. Оно помогает разобраться в чувствах. Можно записать на диктофон, проанализировать вместе. Прямо сказать этому человеку о своих проблемах. И всегда конструктивно, что бы вы хотели исправить. Когда муж и жена приходят в семейную психотерапию, А я спрашиваю, а что вы могли бы изменить в себе, чтобы направить отношения в здоровое рост? А так, по порядку, если, ну вот можно сказать. Ожидание. Ожидание. Я нашёл вот такое выражение. Такое выражение. Каждый человек сам создаёт для себя законы, сам определяет, что считать победой, а что поражением. Сам повелевает своей жизнью, и сам распоряжается и наградами, и наказанием. Вы слышали? Есть такое выражение. Вы что хотите? Быть правым? Или быть счастливым? Вот быть правым, особенно мужчине, это убивает любовь. Никакой подвижки. Я прав и всё. Но невозможно никаких конструктивных диалогов, когда мужчина встаёт в такую позицию, и он не способен даже чему-то научиться. Услышать не способен. По поводу отношений. Вот очень многие приходят с жалобами на то, что вот другие люди обижают и относятся несправедливо. Подобного рода жалобы, наверное, многие сталкивались. Ну, например, Рита. Она жаловалась на то, что её приятель уделяет меньше и меньше внимания. И Рита позвонила ему и предложила встретиться, а он отказался. Вот она в расстроенных чувствах, раздражена. Екатерина. Она чрезвычайно была задета тем, что она много раз звонила маме, а 80-летняя её мама, вот она проигнорировала. Не нашла время приехать к дочери, не нашла время позвонить ей. Дмитрий. Дмитрий, так. Он расстраивался каждый раз, когда жена отказывала ему в близости, а он страдал от этого. И говорил с обидой, что жену совершенно не интересует такая вот нерегулярность половой жизни. Пришли. Ну, вот на этих примерах некоторые люди в аналогичных ситуациях, похожих, назвали бы эти эмоциональные реакции, ну, скорее гневом, чем обидой даже. И не понимают, как можно испытывать эти страдания, которые испытывают Екатерина, Рита, Дмитрий. А на самом деле, за их гневом всё-таки лежит страдание. Всё-таки. Люди, которые не желают испытывать боль от нанесённых душевных ран, стараются повернуть свои эмоции от страдания к гневу и продолжают переживать это чувство страдания. Но независимо от характера переживаемых эмоций, а причина-то одинаковая, какая? Ожидание. Ожидание. Невротическое чувство ожидания. Рита, как мы разобрались, вот она нереалистически игнорировала новый стиль её приятеля, поведение, да, и ожидала, что он захочет прийти к ней сразу, как только она ему, как она его позовёт. И именно поэтому была разочарована, расстроена, обижена, когда он отказался. Рита, вы любите его? Да, я очень люблю. Я страдаю. А он вас? Тишина. Если бы у него были какие-то чувства, он бы стоял и под окном, и смски бы писал, и стучал в дверь, и звонок, и все способы. А если у него чувств нет? Как мы можем ожидать от человека того, что он в принципе дать не может? Ну, как можно ожидать? Екатерина. Екатерина. Несмотря на то, что мать на протяжении всей жизни продолжала игнорировать, по сути, и предпочитала ее сестру, младшую сестру. А Екатерина продолжала ожидать, что мать ответит на ее предложение. И когда мать отвергла, она отвергала, по сути дела, она вот была расстроена, разгнева. Матери-то бывают разные. Есть такое понятие мамизм. Это материнские чувства, доведенные до сверхэгоизма такого. Что там произошло в семье? Что там произошло? Младшая сестра всегда была проблемной. В подростковом возрасте конфликты, скандалы, проблемы с дисциплиной. Постоянно вызывали мать. Она была на защите своей дочери. всегда возникали проблемы. Всегда. Но правильно на защите надо. Но надо ей приучить, что дочка взрослеет, надо отвечать за себя, за свою жизнь. Но так она вот по жизни вот такая несчастная, несчастная. Удалось пережить этот подростковый возраст. В 30 лет ее сестра заболела раком. Опять мама мобилизует. Опять она с врачами, операции, облучение. Удалось вылечить. Вы представляете? Удалось вылечить. Рак, но удалось вылечить. 40 лет ее младшая сестра начинает пить. Опять проблема. Опять мама как на амбразуру кидается, бросается. А эта младшая дочь не считает эту помощь матери. Она пьет, она живет, паразитирует на пенсию своей матери. Слепая любовь. и вот все. И она всю жизнь с той младшей сестрой Екатериной. Ну к вам. А я благополучен. Ну все в порядке. Мама не проявляет никакого интереса. Мать отвергала ее и Екатерина переживала раздражение. Матери то бывают разные. Прекрасный есть такой небольшой фильм Яны Литвиновой. Ренаты Литвиновой. Вот. Рената. Моя землячка из Алматы. Гениальный режиссер вообще. Там история про мать и дочь. Эта мама будучи молодой искала себе богатого жениха и никак у нее ничего не получалось. Очень много ухажеров. От кого она забеременела она не знает. Родила дочку. Дочка помеха. Ей надо строить свою жизнь. Она сдала эту дочку в детский дом. Все он умер от инсульта третьего мужчины. А он попал в аварию. И от каждого мужчины она получила большое состояние. Она покупает в тихом южном городке на берегу моря домик. У нее большой капитал. Она живет в свое удовольствие. Она гуляет. У свои привычки выйти на берег вечером полюбоваться закатом. Дочка уже выросла. Она ищет свою наверное мама была плохо. Это надо же так настолько плохо что вынуждена была отдать меня в детский дом. Она выросла. Правдами неправдами. она нашла свою мать. Нашла. Собрать нужно было деньги чтобы приехать туда. Она собрала деньги средства нашла адрес приехала к маме открывая дверь говорит мамочка я тебя нашла да ты я тебя не видела не знала и знать не хочу и закрыла перед ней дверь. Ну я так рассказываю эта дочка была в шоке она ожидала что какие-то чувства нежности доброты тепла она встретит она напридумывала она была в шоке ну и фильм заканчивается опять эта мамаша вышла на пирс любуется закатом солнца ну и дочка накинула на нее петлю задушила и выкину под доски этого пирса в море вот хочешь стой хочешь падай ну вот такой сюжет вот из жизни ожидание ожидание дмитрий который любил свою жену ожидал что она всякий раз на его предложение заняться любовью будет отвечать согласен ну вот я я что могу сказать что один раз жена не получила оргазма не получила удовольствия второй раз третий накопление накопление сексуальное желание оно зависит у женщины как на работе выспалась она не выспалась как она общалась в течение дня сорвали ее с крючка на работе или благополучно желание желание совпадает есть внимание есть понимание любовь чувства занимайтесь сексом прекрасно обогащает выражение любви а вот так к женщине подходить просто как потребительски использовать как куклу что ли но это это любая женщина будет сопротивляться и будет отказывать это же не бытовой прибор включил и выключил мужчины это не понимают и приходится просто объяснять на пальцах нельзя так нельзя нельзя так так как так как это как это